На могиле отца и сына Любовь Александровна не была чуть больше года. Здоровье не позволяла. Накануне пенсионерка вместе с подругой решила проведать своих родных. Увиденное их шокировало. Пришли убраться на могилку к отцу и к сыночку маленькому ребенку. Пришли, памятника нет. Нашла по одной стенке ограды, не вытащенная. Рядом с ними еще две могилы тоже нет. У них тоже ограда была. Над соседними могилами тоже надругались. Украли. Сомнений нет, говорит Любовь Александровна. Сейчас на месте захоронения лежит большой камень. Но это временно. Женщина планирует установить здесь памятник и новое ограждение. Но куда делось прежнее? Рядом с кладбищем в Ясной Поляне десятки пунктов приема металлолома. Наша съемочная группа решила выяснить, насколько ценны надгробные плиты и металлические калитки. Скупщики на камеру говорить отказывались. Не принимаем, сразу же звоним в милицию. А сколько вот можно за памятник выручить? Он не тяжелый, а он тонкий, а там нержавейка. Ну что там, ну пусть он там 10 килограмм, ну что за 600 рублей стоит это. 10 килограммов 600 рублей, да? Да, стоит это. Всем, как говорится, и перед Богом виноваты, и перед родителями. Просто в морду хочется разбить и все. И тем не менее, ежегодно с городских кладбищ пропадают десятки памятных сооружений. Об этом необходимо сразу сообщать в ОМВД. Как рассказали нам в полиции, по каждому заявлению проводится тщательная проверка. И в первую очередь сотрудники форми наведываются в пункты приема металлолома и ломбарды. Но найти злоумышленников нелегко. Как правило, кражи происходят ночью, без свидетелей. Чаще всего осквернением могил занимаются люди без определенного места жительства, ради наживы. Многие пострадавшие интересуются, почему тогда сотрудники кладбищ не охраняют могилы. В департаменте ЖКХ нам сообщили, за каждой могилой уследить невозможно. Да и делать это сотрудники муниципального казенного учреждения «Спецавтотранс» не обязаны. Нет возможности над каждым захоронением поставить камеру охранника и так далее. И нет полномочий таких, никто не имеет права в частную собственность устанавливать какое-то свое оборудование и так далее. То есть это может сделать собственник по своему желанию, и ему это не запрещено. Сотрудники «Спецавтотранса» определяют только место захоронений и организуют процесс похорон. Также мастера кладбищ регулярно совершают обходы. Установить камеры видеонаблюдения на территории городских кладбищ пока не представляется возможным. Средств на это в городском бюджете нет. Татьяна Жданова, Егор Плюснин. Новости.